И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейса, добро пожаловать на новое видео по ВИФ 1 2020, и это уже 11 этап нашего режима MyTeam, и это ровно середина первого сезона. Я в соперничестве продолжаю выигрывать у Дэна Риккиарда, ну а самое основное, что у нас будет после этой гонки, это подписание нового пилота. Джорданом Кингом я вот не доволен от слова вот совсем, и поэтому срочно нам нужен другой пилот. Ну ладно, этим мы займемся в конце ролика, а пока что у нас квалификация из первого сегмента, и я, конечно же, вышел прям мега спокойно, все было вообще прекрасно на протяжении всего уикенда, я был очень быстр, и мог даже претендовать, может быть, даже на пол. В первом сегменте я занял позицию под номером 3, и это, в принципе, вот, да, хорошо как-то. Ну и, да, дальше у нас будет второй сегмент, пока что тут ничего удивительного нету. Вообще не очень понимаю смысл, зачем мне показать первый и второй сегмент, если я прохожу в третий. Короче, ладно, говорить тут просто нечего, а так продолжаем нашу квалификацию, второй сегмент, гениальная, я еду в последних поворотах. У нас Вальтери Ботта с кем-то планировали выйти дальше на медиуме, но все-таки потом одели софты. Ну и третий сегмент, наконец-то, моя самая быстрая попытка, и тут я сделал аж три попытки, потому что в первом и втором сегменте использовала всего лишь два комплекта на оба сегмента, то есть по одной попытке в каждом. Ну и тут у меня было три комплекта, так что, в принципе, так как трасса короткая, спокойно это я успевал. Первая попытка была на шестую позицию, очень плохое время, 0-3-3, учитывая то, что у меня во втором сегменте даже было вроде быстрее. Ну и тут, собственно говоря, я достаточно сильно улучшил. В первом секторе, да, было без улучшения, но вот второй сектор прям был намного лучше. Да, этот круг был не идеален, да, его можно было улучшить еще, ну, минимум на десятку, наверное. Ну и завершая круг, я, да, я тут пытался ехать, как в реальной жизни, вот так вот максимально корректно вылетая в последних поворотах, но, к сожалению, на срогих средствах так делать нельзя. Завершил я квалификацию, во второй, в третьей своей попытке я, к сожалению, вылетел в Гравии, как Ботас. Ну, а пока что мы смотрим, что у нас Вальтери Ботас как раз-таки занимает пол позиции. У второго у нас Шарли Клер, дальше у нас Льюис Хэмпингтон и Себастьян Феттель, дальше только я. Я всего лишь пятый, да, это не очень-то и классно, но все впереди меня вышли из трех секунд. Джордан Кинг, еще и учитывая штрафы, он девятнадцатый. Ландо Норрис у нас получает штраф и откатывается на вторую позицию. Ну, а Кинг, ладно, мы с ним попрощаемся после этой гонки. Ладно, по тактике я поначалу думал делать софт-медиу, но посмотрим, как у меня все это сложится в гонке. Залил топливо на плюс один круг и отправился стартовать, в принципе, погнали. Гастуни стартует Гран-при Австрии, стартую я прям очень хорошо, очень классно срываюсь с места, сразу покажу и Феттеля, и Хэмильтона. Передо мной Леклер и Ботас ведут борьбу, но у Леклера не остается места, ему приходится притормотить на разгоне, и этим я пытаюсь воспользоваться, пройдя его, пытаюсь ловить слепстрима от Ботаса, оттесняя его на внутреннюю траекторию. Прям по внешней траектории пытаюсь его пройти, и из-за более лучшего выхода я все-таки его прихожу и выхожу на вторую позицию в этой гонке. Просто прекрасный старт, три позиции сразу отыграно, это прям, ух, мега классно. Просто вот мой старт был очень-очень хорош, видно, как я прям очень хорошо сорвался с места. У нас в Себе-Сиан Феттель плюс-минус провальный старт был, также там еще и по внешней, по внутренней траектории прервалась и Реношка, и Рейсинг Пойнт вроде. Ну и вот, собственно говоря, наша борьба с Шарлиом Леклером. По превьюшке вы, наверное, видели, что у нас там будет какая-то очень сильная борьба с кем-то и как-то. Ладно, а пока что мы посмотрим на Ланда, но Рейса, который стартовал с последней позиции, он умудрился сломать крыло. Аб Вильямс, да, он молодец, сразу же себе испортил гонку, он вроде после этого же круга заехал на пяты, и дальше у него, если не будет сейфтикара, будут огромные проблемы в этой гонке. Я первые круги пытался прям максимум держаться за ботсом, 8 десятых пока что, но во втором секторе он от меня так капитально уезжает, но, учитывая то, что я могу обузить трассу в последних двух поворотах и ехать там типа как должно быть в реальной жизни, я там достаточно много отыгрываю. От Леклера я тоже тут отъезжаю достаточно сильно, вот так вот в реальной жизни можно делать. А тут это нельзя, блин, тупые кодмастерс, которые не могут сделать реалистичные срезки. И пореврики нормальные. Дальше у нас ходит Николай ЛТП, но это был уже вроде круг 8-9, а пока я все это время просто ехал, отставал от ботса и не пропускал Шарля Леклера. На 12 круге у меня вот такая вот проблемка маленькая возникла, из-за того, что комплект уже вздох, и Леклер меня спокойно смог пройти. Ну и тут я уже задумывался о том, чтобы сделать питстоп. На 13 круге Шарль сам заезжает на питы, и я пытаюсь оттянуть свой питстоп как можно дольше, чтобы заехать и перейти на медиум и доехать до конца. Уже красным комплект подсвечивается, он уже под 80%, и тут я понимаю, что дальше ехать уже тупо невозможно, потому что случится гениальный зандарт. Ладно, заезжаем на питстоп, поберем... Я думал, что медиум дотянет. Я искренне в это верил. Но когда я выехал, я понял, что по процентам износа этот медиум будет в состоянии хуже, чем данный софт. И поначалу я пытался его более-менее экономить. Леклер выезжает впереди меня, кстати. Кинг, кстати, я сделал свой питстоп, Кинг позади меня. Вот так просто, чтобы вы понимали, почему я его хочу выпереть из команды. Ладно, к Леклеру я начал достаточно сильно подъезжать. Поначалу я вот тут вот еще пытался менее активно рулить рулем, менее, там, не знаю, более плавно нажимать на газ. Вот все в таком духе, кстати. Вот так вот гениально я резал переповорот. И на 18-м круге такими темпами догнал Леклера. Так вот, продолжу. И так я пытался сделать до 20-го круга. Но когда я посчитал износ и сколько кругов я проехал, я понял, что я не доеду. И мне придется делать питстоп. Поэтому уже с этого момента, как только я прошел Леклера, я понял, что... Так, все, спокойно. Надо просто брать и топить на максимум. Что я и делал. Я плюс-минус держался в темпе Ботса. Там у Ферстаппена, Леклера и Хэмилтона была борьба друг с другом. Даже Феттеля туда можно включить. Ну, а я на 26-м круге заезжаю на питстоп. 10 кругов до конца. Одеваем им софт. И просто будет сейчас хот-стинт на данном комплекте. Топлива у меня, к сожалению, не так уж и много. ЕРС восстановилась, кстати, после питстопа. Но я только седьмой. И это надо прям сильно решать. И да, до них мне одна прямая. Одна прямая это достаточно много. На 31-м круге я только догнал Алекса Албана. И уже до Макса Ферстаппена, который пятый, было мне 4,5 секунды. Албана я прошел. У меня есть 5 кругов, чтобы наверстать. 4 секунды до Ферстаппена. И не только наверстать, но и их и пройти. Также поставил лучший круг. Поставил также лучший второй сектор. Но больше я ничего не смог обновить. 34-й круг. Я догнал Макса Ферстаппена. И там же, где и Албана, я его прошел. И уже надо догонять Феттеля, который в 2 секундах впереди. У меня на это есть 34, 35 и 36-й круг. Продолжаем. Там Феттеля, Хэмилтон и Леклери идут в плотной группе. Хэмилтон уже вышел вперед. Леклери отпустился на 4-ю позицию. И Леклери я прохожу на разгоне из 3-го поворота. И спокойно, в принципе, даже без кнопки обгона, я его подним торможением спокойно прохожу. Думал, сейчас включу Феттеля, но, слава богу, этого не случилось. И у меня остается финальный круг. Финальный круг на то, чтобы отыграть эти 2 позиции. Но перед нами попадается круговой-круговой Джордж Рассел на нашем любимом Вильямсе. И я пытаюсь этим воспользоваться. Подрубаю абсолютно все. И, к сожалению, он мне мешает тут сделать реальный дайв-бомб. И прям, да, происходит еще контакт с Хэмилтоном. Тут Рассел прям какой-то прям реально был свинотый. Потому что так пропускать я не знаю, кем надо быть. Да, я прошел Феттеля, вышел на 3-ю позицию. Но благодаря гениальному Расселу я не смог больше ничего сделать с Хэмилтоном. И так, в принципе, закончилась гонка. Нам оставалось только доехать в 3-й сектор. Вальтер Боттс уже подъезжает к своей победе. Он оторвался на 10 секунд от меня и на 9 секунд от своего напарника. Вот у него и у Хэмилтона, и у Феттеля вообще прекрасная тактика. Софт-медиум в том, что у них шасси, блин, нормально прокачаны. У них резина не улетает так же, как у нас. А нам приходится делать тактики либо двух пицопов, либо более жесткая стратегия. Ну и, в принципе, мне это и пришлось сделать. Два пицтопа, Леклер ехал на один пицт, но софт-хард. И да, да, после этой гонки я понимаю, что надо было одевать хард. Я пилот дня, не знаю почему. Может быть, игра как-то анализирует теперь не то, сколько позиций ты отыграл, а именно сколько обгонов на трассе сделал. Потому что обгонов у меня было больше, чем отыгранных позиций. Ну, короче, это мы все потом посмотрим. Вальтер Боттс побеждает наконец-то и укрепляет, опять-таки, свое лидерство в чемпионате. И, в принципе, надеемся, что он и станет чемпионом, если никуда не уйдет посередине... А, тут же нельзя уже вроде уйти посередине сезона. Только если ты подписываешь какого-то пилота, и твой старый пилот вроде садится на место твоего ноу. Короче, ладно, подиум из двух мерседайсов и одной пустой роса. Мы вот, да, только, к сожалению, третий. Ну и, в принципе, это да, это хороший результат. Но я, если честно, в Австрии, где боты не такие быстрые должны были быть, я рассчитывал, если честно, на больше. Я рассчитывал на то, что я минимум поборюсь за победу. Да. И если бы я, наверное, надел хард, я бы был вот вторым. Максимум. Да, максимум. Ботса я точно бы не прошел. Ладно, при дельтангонке у меня лучший круг. Я зарабатываю не 15, а 16 очков. Дальше у нас две Феррари, Макс Верстапиан, Алекс Салбан, Серхио Перес, Дэн Рикьярдо и Карл Сайнц замыкает топ-десятку. Не так уж много пилотов, кто отыграл позиции. Да, у нас там Ландо Норрис и компания позади него на двух пидстопах. Но я вот единственный по факту из лидеров на тактике двух пидстопов. В личном счете у нас с Ликлиром одинаковое количество очков. Я пятый. Макс Верстапиан до меня прям очень-очень далеко в личном зачете. Ну а в Кубке Конструкторов мы еще больше укрепляем четвертую позицию. Ну и до Редбула нам не так уж и много, в принципе. Так что под конец сезона мы можем попытаться побороться за третью позицию в личном зачете. Также еще на этом этапе выигрываю соперничество еще больше у Дэна Рикьярдо. Выигрываю еще больше у напарника. Получаем достаточно много прибыли от спонсоров. Не приезжает нам улучшение шасси. Обновляем мы одного спонсора. А вот контракт с пилотом мы не обновляем. При первом подписании у меня вылетает игра. Гениально. И поэтому давайте мы посмотрим на то, кого я выбрала. Поначалу я хотела подписать Карлоса Сайенса. И в принципе Либоланда Норриса. И когда я смотрела на его цели, да, игра вот зависла. И она, экзекутейбл, не отвечает. Прям, ну вот, я люблю эту игру. Я люблю, возможно, свой компьютер. Но почему-то при втором, при второй попытке подписания все было хорошо. Эй, вот прям гениально. Это можно в Funny Moments of This Game включать просто. Потому что оп, и F1 не отвечает. Здорово. Ладно, начинаем подписание контрактов. Первый у нас на очереди был Карлос Сайенс, которого не устраивают маркетинговые отделы. Также и Ланда Норриса это вот не устраивает. И вот персонал ему нужен первого уровня. С Алексом Албаном мы начали переговоры, но Red Bull не дали его нам. Да, они его себе забрали. Вот долбики сраные. Да. Поэтому пришлось мне искать еще одни варианты. И остановился я на Кевине Магнусе, который и принял наше предложение, и принял нашу зарплату. Но больше, чем 1.16 мы давать не можем. И все. На этом подписание пилота закончено. Кевин Магнусен теперь в посты Росса. А Джордан Кинг отправляется обратно себе там в Хас. Так что Кевин должен быть достаточно хорошей кандидатурой в нашей команде. Также еще надо выбрать перед гонкой по приглашениям и после гонки по предложениям что-то. Ну и да, гонка по приглашениям. Я показывать ее не буду. Там в принципе проехать на Сузуки. Ничего такого особенного. Мы предпоследний по характеристикам. Выше чем Хас. Ну и хорошо, что мы подписали какого-то другого пилота. Магнусен должен быть хорошим пилотом. Ну и пока что я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Посмотрим на Кевина Магнусена уже в Сильверстоуне. И всем удачи. С вами был Андрюха Рейс. Всем пока. Продолжение следует.